Продолжаются встречи главы Электрогорска с жителями и работниками предприятий и организаций города в преддверии выборного дня 8 сентября. Так, 3 сентября, в самом начале рабочего дня, у работников городской больницы появилась возможность пообщаться с руководителем городской администрации. Состояние психоневрологического отделения больницы, грамотные кадры, ветхое и аварийное жилье, дороги, парковки, программа «Наша Подмосковья», внутрихозяйственные больничные проблемы. Много вопросов обсуждали на этой встрече. Разговор не всегда складывался гладко, но между умными людьми при наличии желания. Понимание можно достигнуть всегда. А что на сегодняшний день помешало строительству все-таки детской нашей веранды для мам и для колясок? Почему? Потому что на сегодняшний день наступил сентябрь уже, дожди уже идут. И в общем, бедные женщины с колясками ютятся не знаю как, где бы только они не прислонились, и везде они под открытым отличаются небом. Что за проблема-то в строительстве? Везде возведены детские площадки, а у нас вроде там смета-то составляла всего 15 тысяч рублей, но никак ее так и не возвели за все лето. Три месяца вот эта смета как составлена, переделывали ее несколько раз. И до сих пор она и все в воздухе. Скоро уже белые муки полетят. Второй вопрос. Помните, вы к нам в отделение приходили, и мы писали заявку, и легла заявка в пятницу к вам на стол, назначенный срок. Но на сегодняшний день хуже мебели, чем в детской поликлинике, нет нигде. Это скажут все сидящие, кто к нам приходит. Вот эти вот кресла тысячелетные, ободранные, полужелезные, полудермантиновые. Ну в общем, я не знаю, хуже мебели нет. На сегодняшний день, конечно, никто у меня не вложил для того, чтобы нам хоть что-то новое приобрести. Правильно, мы отремонтированы здания. Пусть тесные, но отремонтированы. Сейчас это намного приятнее в отремонтированных стенах работать. Но извините меня, на каких вот этих сидят, я даже не могу их современными сидениями назвать. Мы же все указали в заявке, что нам купить в коридоре для того, чтобы пациенты в более приличном помещении. У меня встречный к вам вопрос, можно? А подскажите, откуда деньги взять? Я вам просто хочу, задаю вопрос прямой, просто чтобы вы понимали, откуда взять деньги. Скажите мне. Это не моя проблема. А я вам теперь, вот теперь я вам рассказываю. Чтобы вы просто, теперь я вам рассказываю, чтобы вы правильно понимали. Еще раз, вот все, что делается на сегодняшний день в детских площадках, это делалось заранее аккумулировать из средств. Поэтому, вот вы сейчас просите бюджет сформирования. И сейчас те проблемы, которые вы озвучивали, вот главный врач, вы как начальники, руководители, значит, своих подразделений, должны сейчас, чтобы мы заложили в бюджет следующего года. Те работы, которые необходимо сделать, тоже заложили в бюджет. Почему? Потому что попросить, это просто. Найдите, а где их взять? Объясните, мы бюджетники. И поэтому, благодаря, наверное, вот личным каким-то связям, усилиям каким-то, мы изыскиваем средства и затыкаем, называясь, знаете, латание дыр. Латание дыр. А система пока не работает. Потому что, первое, мы приступили к работе, бюджет уже был сформирован на этот год. Пока разобрались, вот сейчас вот эти проблемы, которые всплыли, да, и которые мы осознали уже и пропустили через себя. Вот их нужно уже понять и как бы учесть бюджет следующего года. Потому что дайте деньги, так так любой может сказать, где их взять. Если бы вы еще подсказали, вопросов бы не было. Потому что даже тут не финансисты, а потому что есть определенные поступления, на которые мы с вами рассчитываем. А 2, 3 и 4 сентября Игорь Красавин встречался с жителями домов на улицах Крыжановского, Ухтомского, Горького, Советской. Как всегда, самые разные вопросы интересуют наших жителей. Строительство бассейна, спортивного комплекса, детского сада по программе Андрея Воробьева, запуск многофункционального центра. Совместной плодотворной работы администрации города, правительства Московской области. Многие вопросы сдвинулись с мертвой точки. Посмотрите, сколько в этом году выделено срез на дороги. Вы заметили? Я понимаю, что многие, наверное, скажут, что все равно мало. Всегда скажут. Потому что я знаю, что здесь проблемы есть с дорогами внутри кварталки. На Классона, на Ленина, на других улицах у нас много. Но за дел положительный. Более 50 миллионов выделено. Это, конечно, огромные деньги. И будем надеяться, что на следующий год выделят еще не менее сумму, чтобы мы грамотно, правильно сделали работы и, конечно, порадовали наших жителей. В этом году, я понимаю, что, наверное, все из вас уже читали и в газетах, и в моем выступлении на телевидении. Словами «Придите! Поддержите Электрогорск! Наших детей! Наше будущее!» Заканчивает свои встречи Игорь Петрович. Сделайте свой выбор. Присоединяемся к его призыву мы. В ближайшие дни встречи с главой города пройдут и на других улицах и предприятиях Электрогорска.